Итак, народ, всем привет! С вами снова Сергей Золочевский, канал по разведению Попугаева. И сегодня мы с вами просветим яйца на наличие в них зародышей. Давайте выключим вспышку. Здесь у нас такой импровизированный бруд, да не знаю, видно вам будет или нет. Здесь вы можете видеть, что на пополам яйцо разделено. Здесь есть зародыш. Давайте просветим следующее. Здесь аналогичная ситуация, но на телефон, к сожалению, плохо видно. Так, думаю, вам будет виднее. Вот, уже два яйца из шести в этом гвизде. Оплодотворенное. Здесь тоже хорошо уже видны венки. То есть это уже третье оплодотворенное яйцо. Ой. Это уже тоже оплодотворенное. Четыре из шести. Пять из шести. Блин, я не знаю, как вам закрыть, чтобы показать, но мне хорошо видно. Уже пятое яйцо. И последнее. Шестое у нас тоже с венками оплодотворенное. Так, сейчас посмотрим, что у нас во втором гнезде. Итак, ребятки, во втором гнезде у нас тоже шесть яиц. Но здесь прикол в том, что она насижут еще два яйца неразлучника. Вот вы видите, они отдельно лежат, они немного крупнее. Давайте начнем с яиц самой самочки. Волнистого попуга просветим. А остальное оставим, неразлучников оставим на потом. Это яйцо либо неоплодотворенное, либо еще рано. Возможно, это последнее, либо предпоследнее яйцо. То есть первое яйцо у этой самочки точно с птенчиком. Это тоже не видно, тоже либо предпоследнее, либо последнее, возможно, ну, либо неоплодотворенное все-таки. И вот видно венки. То есть два из четырех в этой самочке точно оплодотворенные яйца. И давайте просветим яйца неразлучника. Мне будет довольно интересно посмотреть, если они вывыпятся, будет ли она их насиживать. Одно яйцо неоплодотворенное, скорее всего, потому как она на нем сидит уже дня четыре, наверное. Хотя, может, в принципе, еще и не прорисовались. Венки. И одно яйцо я смотрел, было оплодотворенное, да. Вот, хорошо видно. Мне хорошо видно, вам, я думаю, не очень. То, что яйцо оплодотворенное, оно, в принципе, что-то видно. Вот, напополам оно тоже разделено. Венки виднеются. Давайте не будем заставлять яйца сильно остывать, положим их назад.